Идя! В союзе с серыми. Неприятная раскладочка. Имхотех со своими молниями. Огромный корт с вуалей. Кучей там непонятных всяких лабиринтов. Еще черт знает чего. Да еще две боржи с 13 броней, которые нечем пробивать. В принципе, ничего так перспективка. Первого хода нам все равно не видать. Посему отправляем хлипких волкеров в резервы. И идем вперед моим непробиваемым юнитам с гордами, бароном и ультраном. Ну и, конечно, надеемся на нашего волшебного драконьего экзарха, который с квадом будет вырезать все, что попадет в его поле видимости. Первый ход некронов. Лодка сделала флэт-аут. Эта также лодка сделала флэт-аут. Пацаны пытались стрелять по... Далеко не достали. Там тоже полетали, но молния нагадила. Убили двоих басов и одного варлака. Итак, первый ход. Молнии делают свое черное дело, но что же мы видим? То, чего мы так страшились. Огромный королевский корд засел у себя в диплое. И, видимо, там будет сидеть до конца игры. Ну а парочка баржей прилетела к нам на завтрак прямо под нос. Что ж, попробуем с ними поговорить. Первый ход Ильдар. Первые потери у некрон. Зарвали лодку. Горды зарвали лодку. Дедушка повертел баржу. Поставил ее попкой. Но пацаны не смогли ничего сделать. Навесили третий результат. Костя не смогла отменить на 4+. Но, собственно, остальная стрельба ничего не дала. Разговор будет коротким. Раз затылы мы спокойны, значит, надо идти максимально быстро вперед. Оба пака волкеров выводим у противников диплое, чтобы разрезать его пихтуру на запчасти. Второй ход некронов. Резервы не вышли, как я понимаю. Две единицы мастерские откинуты. Все, 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 все просто стреляли по героическим варлокам. Ничего не смогли сделать. Мишаня все откинул. Мужик. Молнии туда же пошли. Да, молнии пошли в никуда. Второй ход и откровенные подарки судьбы. Во-первых, противнику просто не с чего стрелять. Ему катастрофически не везет на резервы. Оба юнита все еще находятся за полем игры. Второй ход Эльдара. Вышли только волкеры. Вторая пачка. А, и далки, кабалинки вышли. По ходу, что произошло? Во его ход также сюда были дробнуты марки с криптеком. И Эльдары ходили, ходили, стреляли. Здесь расстреляли баржу варлоке в чаржную, закидали копьями, отстрелил, умер один варлок. Серьезные пацаны, горды. Убрали марков с криптеком. Кабалинки ничего не делали. Спиннер. Вот он здесь. Положил шаблон. Да, туда, 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 туда. Там были войны с криптеком. И волкеры сделали войны с криптеком. Остался криптек и криптек, но они не прокинули эверливинг. И, видимо, из-за этого на выход моих волкеров он решается на необдуманный поступок вывести юнит марков с той самой вуалью на мой ход, тем самым поставив их под удар. И вновь противнику не везет. Скатер марков сносит в мою сторону, прямо под жерло пушек разгардов. Шансов у них нет. Третий ход Эльдар. Вышла птица. Вот она. Вышла сюда. Словила много-много-много стрельбы. И, в конце концов, снапшотами горды ее добили. Упала. Выжило три терминатора и инквизитор. Дальше вся стрельба. Все армии Эльдар. С Женей не смогла ничего сделать. По-прежнему стоят. Варлоки. Отошли от этих вот товарищей. И этой барже навесили один клянец. Резервы по-прежнему курят. Третий ход. И вот тут я чуть не познакомился со всей читерской мощью антипсайкеровских ракет серых. Величественный Равен наконец-то вылез на поле битвы. Неся в своем брюхе пачку термосни во главе с инквизом. Но экзарх не сплошал. Расстрелял его ко всем чертям. Правда, не добил. Но стрелять Равен уже не сможет. По крайней мере, с своими мерзкими ракетами. Один залп которых может снести весь мой серый совет. Но самое главное, он выставляется так близко от юнита гардов, что половина их может, даже несмотря на зум, разнести его к чертям. И Равен падает, погребя под своими обломками весь юнит термосни. Игра практически сделана. Четвертый ход уже ничего не решит. Был чардж. На вервочи сдохли все, кроме последнего парня с вторым инвулиом. Нет ни туда, ни туда никаких повреждений. Стоят, махаются. Вот. Четвертый ход. Четвертый ход. Закончился четвертый ход. Он же последний Эльдар. Убрали пацана. Вся стрельба сняла пихтуру. В общем, остались только характеры. Но больше ничего не происходило. Матч закончен. Сейчас будем считаться. Я буквально не верю своим глазам. Наконец, четвертого хода от всего Некронского воинства остался только Корд. Недобитый Криптек, контролящий единственную точку. И такая же потрепанная Боржа. При этом впервые, я повторюсь, впервые за всю историю моей войны, ни одного Эльдарского юнита не погибло. Все на столе. Пусть и первая пачка волкеров изрядно потрепана. Ну и Варлокам тоже досталось. Да и чтобы Эльдары буквально запирали столь сильного противника на его же деплое, я тоже что-то не припомню.